Глава десятая Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками, и пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством, верблюды навьючины были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпьев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю сто двадцать талантов золота, и великое множество благовоний, и драгоценные камни никогда еще не приходило такое множество благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль хирамов, который привозил золото из Афира, привез из Афира великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтыри для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых. Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. И сделал царь Соломон двести больших щитов из кованого золота, по шестьсот сиклей пошло на каждый щит. И триста меньших щитов из кованого золота, по три мины золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. К престолу было шесть ступеней, вверх сзади у престола был круглый. И были с обеих сторон у места сидения локотники, и два льва стояли у локотников, и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что. Ибо у царя был на море фарсийский корабль с кораблем Хирамовым. В три года раз приходил в фарсийский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов каждый год. И набрал Соломон колесниц и всадников, у него было тысяча четыреста колесниц и двенадцать тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам и при царе в Иерусалиме, и сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы. Царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят. Таким же образом они руками своими доставляли все это царям хитейским и царям арамейским. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok